Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и сегодня говорим об улучшении качества жизни. Это очередное видео от Академии Счастья. Рассказываю, как очищать сознание. Мы его очищаем слой за слоем, потому что верхний слой, он такой самый простой обычно. Там есть какие-то вещи, которые произошли недавно, и они базируются на прошлом, на тех вещах, которые произошли раньше, раньше и раньше. Итак, мы движемся в детство, в пренатальный период, в прошлое воплощение, и выходим на самом деле на вещи, связанные с предназначением, с судьбой и с тем, что называют кармой. Поэтому важно действительно двигаться постепенно. Некоторые предлагают заглубиться сразу на внутренний глубокий уровень, то есть я имею в виду совсем глубоко. У кого-то так действительно открывается, и человек может это делать. А кому-то важен постепенный подход. Поэтому, когда я провожу процессинг, я помогаю человеку постепенно, все в большей и большей степени открываться и принимать себя. Поэтому такой процесс, он более безопасен, когда мы ощущаем сначала верхний слой, потом двигаемся глубже, глубже, и так доходим до сердцевины. И, конечно же, важный момент – это то, что выполняется цикл действия – начать, изменить, завершить. Потому что действительно многие практики очень, ну, скажем так, глубоко затрагивают. Они выводят вот это все наружу, весь этот заряд, весь. А потом, бывает, просто не заканчивают процесс. То есть оно остается, человек понял, что с ним что-то не так. Но этот процесс не сглажен. Сглаженность – это когда мы начинаем, то есть включаем это, потом продолжаем, пока это полностью не исчезнет, не истощится. И заканчиваем тогда, когда у человека улучшилось состояние, когда он прошел через это и убрал вот этот вот негативный заряд, который его беспокоил. Поэтому важная цель – это именно завершенность. То есть иконечное состояние – это состояние чистоты разума, состояние такое, когда человек может управлять своим разумом, начинать то, что он хочет у себя в уме, продолжать и завершать это. То есть человек может на самом деле полностью руководить своим умом. И вот это вот цель, которой как бы идет каждый человек для того, чтобы научиться управлять собой. Ведь управление идет через ум. Зачастую, когда мы даже даем команду телу, то это идет через ум. И поэтому важно, чтобы сознание, ум, были чистыми. Когда это действительно происходит, человек чувствует себя радостным, счастливым. То есть, по крайней мере, когда он наедине с собой, он чувствует не одиночество, он чувствует целостность. Да, его потом, конечно же, могут выводить из себя еще другие люди, потому что в контакте мы соединены с другими. Но, по крайней мере, для начала нужно достичь собственной чистоты. И когда она достигнута, тогда уже взаимодействовать с другими и убирать вот эти связанные заряды, то есть взаимодействие с другими людьми, с миром, со Вселенной, с природой, с создателем и так далее. То есть, потому что каждое расширение – это на самом деле здорово. И поэтому, друзья, я вас приглашаю в Академию Счастья. Вы можете записаться на бесплатную консультацию и, конечно же, улучшить свое состояние. На ней я расскажу о том, как можно улучшить именно ваше состояние. Выслушаю и покажу, что можно сделать прямо в ближайшее время, здесь и сейчас. Поэтому буду рад вас видеть. Ставьте отметку «Нравится», если это видео вам понравилось. И, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. А в среду в 19.00 будет прямой эфир, где я расскажу более подробно о процессинге счастья и о том, как можно улучшить состояние человека и стать свободным, счастливым и здоровым. Во благо, друзья! До скорой встречи!